Доброго дня, доброго времени суток всем. Приветствуем всех зрителей и слушателей на очередном вебинаре серии RAEX Sustainability. Это наш 99-й вебинар и тема сегодняшнего вебинара «Внутренняя цена на углерод». Рада приветствовать наших двух гостевых спикеров сегодня, представляющих компанию технологии доверия. Это Анна Балафина, которая является руководителем, проявляется менеджером практики корпоративного управления и устойчивого развития. И старший консультант практики корпоративного управления и устойчивого развития Александра Строгая. Приветствуем вас, Анна и Александра. Поговорим сегодня о таких аспектах внутренней цены на углерод, как состояние и тенденции углеродного ценообразования в мире, о различиях механизмов внутренней цены на углерод и существующих методах определения внутренних цен, об основных тенденциях и лучших практиках по применению внутренней цены на углерод и о международных требованиях по раскрытию информации о ВЦУ. Перед тем, как передать слово спикерам наши традиционные апдейты и анонсы, мы в рамках нашего проекта «База независимых ESG-отчетов» на данном этапе охватили 174 российские и казахстанские компаний из более чем 20 различных отраслей и секторов экономики. Отчеты по компаниям доступны для приобретения на платформе нашей RxEurope и также на платформе Refinitiv. Также приглашаем всех ознакомиться с актуальной версией рэнкинга российских компаний на сайте, а также рэнкинга казахстанских компаний нефтегазовой отрасли. Для этого приглашаем всех на наш сайт. И также анонсируем наше следующее вебинарное мероприятие, которое состоится 14 сентября. В 14.00 по московскому времени, по традиции, поговорим о том, как подобрать ESG-методы в соответствии с уровнем развития компании. Также по традиции напоминаем всем подписываться на наш телеграм-канал RxSustainability, в котором мы публикуем актуальные новости ESG-повестки и повестки источного развития, а также публикуем анонсы всех наших вебинарных мероприятий. Поэтому милости просим, подписывайтесь на наш телеграм-канал RxSustainability. Ну и по традиции сообщаем вам наши контакты. Если есть какие-то вопросы, с нами можно связаться по указанным на экране имейлам. И перед тем, как передать слово Анне и Александре, хочу напомнить нашим зрителям, что у нас есть возможность задать спикерам вопросы в чате. Поэтому, если что-то интересует, пожалуйста, пишите в чате ваши вопросы. И в конце вебинара мы постараемся, в случае наличия достаточного количества времени, на вопросы ответить. За всем с удовольствием передаю слово нашим спикерам сегодняшним. Да, спасибо большое. И еще раз добрый день всем слушателям. Меня зовут Анна. И я сегодня дам вам вводную часть по внутренней цене на углерод, а уже непосредственно в повестку. Вас погрузит моя коллега Александра. Мы пройдемся по пяти небольшим блокам. На все вопросы постараемся ответить в конце презентации, потому что материалов очень много, и нам хочется все успеть рассказать. Если на что-то не успеем ответить, то попробуем вернуться через почту. Поэтому, пожалуйста, обязательно задавайте свои вопросы. Если нужны какие-то уточнения, то, пожалуйста, пишите нам. Теперь непосредственно переходим к нашей теме. Все мы прекрасно знаем, что глобальное изменение климата требует действий не только от нас, но и от общества, и от бизнеса, и от государства в целом. И это довольно такая большая и громкая фраза, которая требует непосредственно каких-то инструментов для ее реализации. И мы сегодня будем говорить про один из таких инструментов. Это как раз таки цена на углерод. В апреле текущего года межправительственная группа экспертов по изменению климата завершила работу над одним из докладов, который здесь как раз таки представлен на слайде, голубенький такой, mitigation climate change, где одним из выводов дала тезис о том, что установление цены на углерод это эффективный экономический инструмент регулирования выбросов парниковых газов, который стимулирует принятие недорогостоящих мер по сокращению выбросов. Но, у нас очень часто бывает, но есть ограничения, о которых мы обязательно поговорим в презентации. Уровень цен, который сейчас у нас принят, он недостаточен для того, чтобы принять более дорогостоящие меры, которые обеспечат нам как раз таки вот это соблюдение рамок в полтора-два градуса. Следует отметить, что не только МГИК говорит про эффективность использования данного инструмента. Также совместно выпущенный доклад вместе с Организацией экономического сотрудничества и развития, а также Международный валютный фонд тоже подтверждают эффективность использования этих инструментов. И еще в 2019 году было создано заявление экономистов о ценах на углерод. И цель этого заявления была как раз таки привлечь внимание что бизнеса, что директивных органов к этому инструменту и показать его эффективность. Одним словом, такой инструмент есть, он эффективный. И несмотря на то, что вроде как мы сейчас это подтвердили всякими исследованиями, нужно учитывать, что даже если мы посмотрим на текущую статистику, 46 стран уже стали внедрять этот механизм. Это либо налог, либо схема торговли выбросами, СТВ, чтобы вы понимали некоторые аббревиатуры на наших слайдах. Но вот все вот эти механизмы, которые они приняли, покрывают по разным источникам от 23% до 30% глобальных выбросов. То есть это цифры недостаточно. Теперь посмотрим, что происходит непосредственно в России. В России система ценообразования на выбросы парниковых газов, она еще разрабатывается. И окончательная история эта закончится после того, как завершится Сахалинский эксперимент. Сахалинский эксперимент у нас начался ровно неделю назад, 7 дней назад, 1 сентября, и должен продлиться до 31 декабря 2028 года. Возможно, эксперимент будет расширяться на несколько субъектов Российской Федерации. По заявлениям Виктории Абрамченко на Питерском форуме в 2021 году, скорее всего, это будет Калининград, Хмао и Алтайский край. Что вообще должен этот эксперимент у нас сделать? Во-первых, должна будет проведена инвентаризация источников выбросов и поглощений парниковых газов. Потом будет введена система квотирования выбросов крупнейшими эмитентами в этом регионе. И будет создана система обращения углеродными единицами. То есть все это должны обкатать, чтобы потом уже распространить непосредственно на всю страну. Вот. Конечная цель эксперимента в 2025 году – прийти к углеродной нейтральности. На данный момент ставка платы за выброс составляет 1000 рублей. Это примерно 16,5 долларов. И погружаемся дальше в тематику. Вот мы знаем, что 16,5 долларов – это та цена, которая устанавливается в России. Средняя цена на углерод по оценке МВФ – это 6 долларов. А получается, цена, которая должна быть оптимальная, это углеродный ценовой коридор, он варьируется от 50 до 100 долларов. Получается, что на текущий момент менее 4% глобальных выбросов они погрываются за счет прямых цен на углерод, которые в пределе вот этого расчетного диапазона или чуть выше. Если вы посмотрите, справа есть там некоторые страны, где они выходят за вот этот ценовой порог. Следует еще отметить, что это не единственный ориентир, который есть. И мы дальше обязательно скажем, какие еще есть уровни цен из различных докладов, которые вы можете использовать при работе с внутренней ценой на углерод. Так, я много говорила вообще про цену на углерод, но я не делала таких шагов в сторону, что на самом деле нужно различать внешнюю и внутреннюю цену на углерод. Все, о чем я рассуждала, больше относится к внешней цене на углерод, и внешнее ценообразование, оно относится к таким механизмам, как система налогообложения или торговли квотами, в рамках которой устанавливаются цены на выбросы углерода. И это ценообразование чаще всего происходит на уровне стран или на уровне регионов. Из-за того, что есть вот проблема вот этой неэффективности, изначально внутренняя цена на углерод как раз-таки появилась как такой инструмент ответа. Компании внутри себя решили попробовать ее использовать, цену на углерод, и получается добровольно установили в рамках своей компании стоимость единицы за CO2-эквивалент. И, как правило, эта цена, она отражает либо рыночные цены в регионе, либо она настроена на те цели, которые компания себе ставит. Сейчас мы видим, что внутреннюю цену на углерод используют разным образом корпораты, в основном для того, чтобы принять какие-то стратегические решения, например, делать тот или иной проект или нет. Если органы власти мы рассматриваем, то чаще всего там внутренние ценообразования используются в рамках как раз-таки выбора поставщиков. А если мы говорим уже про применение финансовыми организациями, то они используют данный инструмент для того, чтобы оценить собственный портфель. Сейчас мы уже перейдем к непосредственно внутренней цене на углерод, и я передам слово своей коллеге Александре. Да, здравствуйте. Я продолжу рассказывать про внутреннюю цену на углерод. Как сказала Анна, это внутренний инструмент компаний, которые они используют по разным направлениям, по разным причинам. Но если выделять основные причины, которые называют компаниями при использовании внутренней цены на углерод, то они хотят добиться стимулирования низкоуглеродных инвестиций, хотят добиться стимулирования энергоэффективности в компании, хотят в целом изменить внутренний подход компании, внутреннюю культуру к вопросам изменения климата и выбросов парниковых газов. Также за счет внедрения внутренней цены на углерод компании стараются определить свои возможности и их использовать в плане низкоуглеродной возможности. И, конечно, нельзя не отметить, что большая часть компаний использует внутреннюю цену на углерод для того, чтобы оценить свои риски из-за введения углеродного регулирования или, например, из-за потенциального углеродного регулирования, под которое они могут попадать. Если выделять примеры по основным направлениям, почему и как компании используют внутреннюю цену, они могут ее использовать для выстраивания, например, эффективной стратегии декарбонизации, которая бы учитывала и внешние, и внутренние изменения на рынке. Также компании используют эту цену для принятия своих инвестиционных решений, чтобы они были обоснованы именно с точки зрения изменения климата, с точки зрения снижения выбросов парниковых газов. Помимо этого, цена используется также для поощрения инвестиций в НИОКР, в области рисков изменения климата, адаптации к изменению климата. Также можно выделить то, что компании зачастую, боясь рисков введения углеродного регулирования или боясь каких-либо физических рисков изменения климата, также используют внутреннюю цену на углерод, и они могут даже измерять эффективность принятия каких-либо решений с точки зрения выбросов парниковых газов. И в целом основное преимущество, которое дает использование внутренней цены на углерод, это перевод выбросов парниковых газов на язык бизнеса таким образом, что компания начинает понимать свои риски в этой области, начинает ими управлять, в том числе рисками углеродного регулирования, и это помогает им преждевременно защитить свою будущую стратегию в условиях того, что в целом в мире идет переход к низкоуглеродной экономике. Помимо этого, например, при использовании такого вида внутренней цены на углерод, это как внутренний налог, происходит мобилизация финансовых средств и перераспределение их в низкоуглеродные инициативы, что помогает компаниям достигать своих стратегических целей по декарбонизации. И также важно отметить, что когда компания использует внутреннюю цену на углерод, в этом принимают участие многие подразделения компании, сотрудники, и происходит как бы вовлечение их в эту повестку, и сотрудники начинают принимать более эффективные с точки зрения снижения выбросов парниковых газов решения просто своей обыденной работе. И, конечно, важно отметить, что так как это новый инструмент, и немногие компании еще его используют, компании, которые такие первоходцы, они получают некие конкурентные преимущества из-за того, что они как бы первыми пожинают плоды эффективности этого механизма. И так как инвесторы зачастую, ну и в принципе ответственные стейкхолдеры компании интересуются тем, как компании управляют на корпоративном уровне рисками изменения климата, когда компания использует этот механизм, и заинтересованные стороны об этом осведомлены, у них возникает большее такое доверие к тому, что компания сможет выстоять при любых рисках изменения климата. И говоря о самых популярных механизмах, им является скрытая внутренняя цена на углерод, которая в целом как механизм не предполагает никакого движения финансовых потоков, это такая гипотетическая цена, которая может использоваться как при принятии каких-либо стратегических решений, как при принятии решений о инвестиции в какие-либо низкоуглеродные проекты, также при принятии решений о инвестиции в НИОКР, связанных с изменением климата, может использоваться, например, для оценки капитальных вложений. Эта цена, она самая популярная, ее отличает именно то, что она гипотетическая. И существует два механизма, которые очень похожи на внешнюю цену. Это налог и система торговли выбросов. Единственным различием внутренних систем торговли выбросами налога является то, что ответственность за выбросы и налог или квоты, они предоставляются подразделениям компании. И уже потом происходят финансовые сделки внутри подразделений. Отличие заключается в том, что в случае с внутренним налогом, взимаемый налог с разных подразделений, он собирается в такой фонд, из которого потом распределяется на различные проекты по декарбонизации. В случае с системой торговли выбросов, каждому подразделению устанавливается какой-либо лимит на выбросы. И если подразделение его превышает, то ему необходимо закупить квоты у того подразделения, у которого они еще остались. А если как раз-таки подразделение сокращает выбросы, у него остаются какие-то квоты на выбросы, он может их продать. То есть тут есть финансовый такой профит из-за этого механизма. И также популярный вид неявной цены, внутренней цены – это неявная цена. Он выделен тут таким немного более голубым по причине того, что тут нет никаких финансовых потоков, тут нет никаких либо принятий решений в соответствии с ценой. Это скорее такой механизм, который позволяет получить информацию о том, сколько уже компания тратит на снижение выбросов парниковых газов. То есть, грубо говоря, те затраты, которые компания уже понесла для того, чтобы снизить выбросы, делятся на количество выбросов, которые удалось снизить, и получается цена. И ее можно использовать, понимать, много ли компания тратит на это, мало ли компания тратит на это. И уже дальше оно может использоваться, например, для установления уровня цены в скрытой цене, во внутреннем налоге или, например, в системе торговли выбросами. Самым главным отличием всех механизмов в целом является долгосрочность их воздействия. То есть, например, скрытая цена и внутренняя система торговли выбросов, у них есть достаточно долгое, долгосрочное воздействие. А цена налог на углерод, да, это такое краткосрочное воздействие, которое помогает тебе собрать внутренние какие-то финансы и распределить их на проекты, на которые у тебя до этого, например, не хватало этих денег. И главным отличием от всех этих механизмов – это неявная цена, потому что она не имеет какого-либо воздействия, то есть это буквально предоставление тебе информации о том, сколько ты уже платишь за выброс спорниковых газов. Важно отметить, что основной общей характеристикой всех этих методов является, как я уже говорила, это привлечение сотрудников в эту повестку, потому что в установлении этого механизма участвуют разные подразделения компаний, и никто не остается в стране. Люди начинают понимать, что на них накладывается определенная ответственность за выбросы, и они уже по-другому смотрят на принятие каких-либо решений. И, например, с системой торговли выбросов это работает еще дальше, то есть, например, если на какой-то территории, в какой-то стране планируется внешняя система торговли выбросов, то помимо того, что сотрудники примерно представляют, какую ответственность несет их компания, они также учатся торговать квотами, потому что торгуя квотами внутри компании, они потом при введении, например, системы торговли выбросов внешнего уже знают, как работает этот механизм, и управляют им более эффективнее. В целом, с каждым годом количество компаний, которые используют внутреннюю цену на углерод растет. Лидерами в этой области является Азия, Европа, и, как вы можете видеть, основными секторами компании, это являются компании сферы услуг, как сырья, производство, инфраструктура, ископаемого топлива. Но стоит отметить, что если смотреть на процент компаний по секторам, которые используют эту цену, наибольший процент, около 70%, это сектор энергетики и сектор ископаемого топлива. То есть, где-то 70% и в том, и в том секторе экономик компаний используют этот механизм и достаточно успешно. По нашему опыту, тот, который мы имеем из опыта установления внутренней цены внутри компании и тот, который мы имеем, исходя из того, что мы анализировали практику, которая существует, можно выделить основные сложности, с которыми может столкнуться компания, когда они устанавливают внутреннюю цену на углерод. Во-первых, это отсутствие общей методики или руководства, которое было бы общепризнанно, все бы его использовали, можно просто было бы взять, почитать, установить цену и расслабиться. Поэтому компаниям приходится выбирать свой собственный механизм, разрабатывать подход к установлению внутренней цены на углерод. При этом компании, это каждый раз индивидуальная работа, потому что нужно учитывать специфику деятельности компании, нужно учитывать ее стратегические цели по декарбонизации и еще огромное количество вещей, но они уже возникают, когда компания определилась с определенным механизмом. Также сейчас есть неопределенность некая в долгосрочной климатической политике во всем мире. То есть, например, Европа, которая до недавнего времени была таким лидером климатической повестки и как бы всю эту тему старалась продвигать и не только у себя, сейчас там переходит на уголь, уже не так сильно заботится о том, какое используют топливо. И в целом сейчас есть некая неопределенность, которая продлится какое-то время, и уже потом, когда компании будут устанавливать цену на углерод, им нужно учитывать эту неопределенность, то есть все риски в цене необходимо учитывать. И самым главным, на мой взгляд, и в целом на наш взгляд, и я об этом еще не раз, наверное, скажу, это установление уровня цены, который был бы не слишком высоким, чтобы не добавлять каких-то дополнительных проблем внутри компаний, да, внутри разных подразделений, но при этом не слишком низким, чтобы он был достаточно эффективным, и чтобы действия компании менялись из-за этой цены, чтобы инвестиции там из высокоуглеродных, да, шли в низкоуглеродные, чтобы стратегия из высокоуглеродной, да, перемещалась в более низкоуглеродную. И мы на нашем опыте, да, исходя из того, что это основная проблема, установить правильную цену, выработали такие, я бы сказала, верхнеуровневые характеристики внутренней цены на углерод, которые нужно учитывать при ее установлении. Это первое, это компании необходимо изначально установить себе цели по декарбонизации и, исходя из них, уже определять уровень цены своей внутренней. Во-вторых, необходимо всегда использовать только авторитетные, заслуживающие доверие источники, да, которые бы говорили о том уровне цены, которую можно установить. Потом цена обязательно должна меняться во времени, не только потому, что у нас есть там определенный углеродный бюджет, который до 2050 года у нас есть, а также потому, что компания должна учитывать, что с течением времени ее цели по декарбонизации, они растут, и поэтому также цена должна увеличиваться. И важно обновлять ее каждый раз, когда актуализируется какая-либо политика или появляется какое-либо регулирование, или, например, риски ведения этого регулирования, потому что если нет никакого регулирования углеродного, то резко может возникнуть, резко появится цена, и компания просто будет не готова к ней. И в том случае, если компания приняла решение, что она не будет устанавливать одну цену, она хочет установить для одних подразделений один уровень цен, для других другой, например, из-за географических каких-то особенностей, то необходимо всегда иметь какой-то источник дифференцирования этого ценообразования, потому что потом в отчетности необходимо будет объяснить, почему компания использовала разные цены, то есть на основе чего она сделала такие предположения. И говоря о источниках, на которые можно смотреть, использовать, использовать как бенчмаркинг такой, вот мы их привели на слайде, это в целом организации, которые специализируются в области изменения климата или финансов. Я не буду там перечислять каждый из них, в целом все тут видно, поэтому я перейду дальше. Из основных методов, которые существуют по определению именно уровня цены, то есть сколько платить за тону CO2 эквивалента, как я уже говорила, есть неявная цена, то есть это ретроспективное определение того уровня цен, которые компания уже платит. Это бенчмаркинг, вот то, что было на предыдущем слайде, то есть использовать каких-либо достоверных источников, или, например, можно сравнивать с пирами из своего сектора, то есть кто что хочет, какой источник использует, тот и использует. Помимо этого используют в компании очень часто существующую фискальную нагрузку или предполагаемую. Например, такая практика очень популярна среди компаний ЮАР, у них есть углеродный налог, и в своей внутренней цене на углерод, они просто используют уровень цен, который есть на уровне этого регулирования. И самое сложное, наверное, из всех, самый сложный метод определения внутренней цены – это социальная стоимость углерода. Это такая попытка рассчитать показатели, которые поддаются вообще количественному определению, которые связаны с изменением климата, то есть, например, воздействие изменения климата на окружающую среду, какой-то ущерб, да, или, например, воздействие на здоровье людей. И вот в США, например, эта цена определена была в 2021 году на уровне 51 доллара и используется. И перейдем к практикам применения. Я бы тут начала с Carbon Pricing Leadership Coalition. Это такое добровольное партнерство руководителей правительства, различных представителей гражданского общества, частного сектора. Туда входит Shell, туда входит Русал, туда входит правительство стран ЕС, Казахстана, Сингапура и так далее. В общем, это большое такое добровольное партнерство, которое старается внедрить практику тарификации выбросов на углерод, пытаясь всем помочь. И вот, как Анна говорила, сейчас по разным оценкам от 23% до 30% покрываются ценой на углерод. И вот их глобальной целью является то, чтобы к 2030 году эта доля выросла до 50%, чтобы 50% всех глобальных выбросов парниковых газов были покрыты какой-либо ценой на углерод. И основные их направления работы включают создание платформы, где бы консолидировались все их вебинары, документы, аналитические какие-то сводки, чтобы люди могли использовать эту информацию для внедрения данного механизма. Это помощь государству и частному сектору в внедрении внутренней цены на углерод. И также это организация сотрудничества, то есть организация сотрудничества между теми организациями, государствами и гражданским обществом, которые входят в эту коалицию. И одним из, так сказать, детищем этой коалиции является критерий установления платы за выбросы углерода для руководителей предприятий. Они, естественно, были разработаны не только CPLC, они в разработке участвовали многие организации, которые связаны с изменением климата, тот же CDP. И критерии состоят в следующем. Первое – это необходимо определить внутреннюю цену на углерод, то есть использовать механизм внутренней цены на углерод. Второе – это поддерживать практику внедрения цены на углерод, то есть публично пропагандировать то, что это важно, то, что это нужно. И последнее – это отчитываться о том, как цена используется, чего удалось достичь с помощью внедрения этого механизма и в целом включать эту повестку в свои какие-то корпоративные отчеты. Переходя уже непосредственно к примерам компаний, бразильская компания Вали использует данный механизм в виде скрытой цены. И на 2021 год эта цена составляла 50 долларов. Они используют ее по разным направлениям, то есть это анализ текущих капитальных инвестиций с учета внутренней цены на углерод, это оценка рисков изменения климата. И вот одним из примеров того, как они используют этот механизм для приоритизации проектов, у них был проект в 2020 году New Steel Project, то у них два варианта альтернативного топлива. Это был природный газ и древесный уголь. И после того, как они использовали скрытую цену на углерод для оценки этих двух проектов с разными видами топлива, они пришли к выводу, что древесный уголь – это более эффективный с точки зрения финансов, с точки зрения выброса парниковых газов. Это был первый раз, когда они с помощью внутренней цены на углерод сделали решение. Второй пример – это компания тайваньский банк ISAN. Они используют цены с 2017 года. И это как раз неявная цена, о которой я говорила, что это инструмент скорее получения информации о том, сколько ты уже тратишь на выбросы парниковых газов. и они планируют, говорят, что будут в будущем использовать цену, которую они получают для того, чтобы рассчитывать бонус для сотрудников, которые занимаются декарбонизацией. То есть, например, они устанавливают себе цель на долю ВИА в общем энергопотреблении. И если эта цель достигается и даже превышается, то сотрудникам, которые были за это ответственны, в соответствии с ценой на углерод рассчитывается бонус. В 2021 году цена была посчитана таким образом, что затраты на увеличение доли энергопотребления за счет ВИА были разделены на те выбросы углерода, которые удалось избежать. То есть, те выбросы углерода, которые были бы, если бы компания использовала обычные источники электроэнергии, которые она всегда использовала. И еще один пример – это российская компания Татнефть. Они используют цену с 2020 года. Я бы тут хотела отметить, что это такой пример, на слайде этого нет, но это пример, когда цена на углерод росла. Это хороший пример, потому что в 2020 году у них цена на углерод составляла 15 долларов, а в 2021 у них уже цена почти что 50 долларов за тонну СО2 эквивалента. То есть, это такая хорошая практика, когда цена со временем увеличивается. И она применяется для проверки устойчивости новых проектов, для проверки устойчивости бизнес-планов с точки зрения того, что может быть введено углеродное регулирование, то есть внешняя какая-то цена на СО2. И тут бы я хотела отметить, что Татнефть – это не единственная компания, которая использует внутреннюю цену на углерод. Из российских компаний многие, так сказать, лидеры в области устойчивого развития ИСЖ используют данный механизм, например, Русал, НЛМК, Газпромнефть, Лукоэл. В общем, можно перечислять их. Там недавно вышла климатическая стратегия полюса, которая сказала, что они тоже будут использовать внутреннюю цену на углерод. То есть, эта практика развивается не только на международной арене, но и в России. И сейчас я хотела бы поговорить о тех стандартах нефинансовой отчетности и ИСЖ требованиях, которые включают в себя внутреннюю цену на углерод. Самый, наверное, популярный среди всех стандартов нефинансовой отчетности в области изменения климата – это TCFD. Он рекомендует компаниям, которые используют внутреннюю цену на углерод, раскрывать информацию об этом, при этом раскрывать некоторые характеристики внутренней цены, такие как область охвата выбросов, на которые компания накладывает внутреннюю цену. Это дифференцирование, то есть, например, использует компания одну какую-то цену или она использует разные цены, например, для разных регионов. В общем, достаточно много характеристик просят раскрывать. И при этом по последним отчетам о TCFD многие компании уже это делают. Пользователи отчета говорят о том, что эта информация для них является достаточно полезной, то есть, они ее могут использовать при принятии каких-то своих решений. Второй пример – это CDP. Это такое одновременно и отчетность, и некий рейтинг составляется с помощью опросника. Тоже содержит вопросы, связанные с внутренней ценой на углерод. Помимо каких-либо характеристик, то есть, типа механизма, области охвата выбросов и так далее, она включает вопросы, связанные с целью установления внутренней цены. И в целом CDP – это такой источник, наверное, основной источник информации о том, есть в компании внутренняя цена на углерод или нет. То есть, в компании может, например, в отчете об устойчивом развитии или о климате не быть этой информацией, но если компания отчитывается в CDP, то, скорее всего, там она раскрывает эту информацию. Дальше будут, скорее, проекты отчетности, которые пока что не вступили в силу. Это проекты МСФО по нефинансовой отчетности, а именно по раскрытию информации, связанной с изменением климата. Он предполагает, что компании будут раскрывать внутреннюю цену на углерод, то есть, будут раскрывать цену, которая используется, именно уровень цены за тону CO2-эквивалента, и объяснять то, каким образом организация ее использует. То есть, возможно, это принятие решений, возможно, это просто внутренний углеродный налог. То есть, в принципе, раскрывать информацию, связанную с ценой на углерод. Еще один проект, это проект, скорее, связан с европейскими компаниями, потому что это европейский стандарт по нефинансовой отчетности в области устойчивого развития. Он также при введении будет предполагать раскрытие внутренней цены на углерод. Опять же, запрашивает почти что те же характеристики, то есть тип механизма, который был установлен, сфера применения, уровень цен и методология, то есть, каким образом была рассчитана та или иная цена на углерод, и охват выброса, на который распространяется внутренняя цена. И последнее, наверное, из нефинансовых отчетностей, это требование СЕК по раскрытию внутренней цены на углерод. Опять же, в основном, те же самые вопросы он просит раскрыть, и в целом у них такая позиция, что цена на углерод внутренняя, она является основным источником информации от эмитентов о том, как они готовы к рискам изменения климата и о том, как они ими управляют. И сейчас, наверное, не очень актуально, может быть, рассказывать про международные SG-рейтинги, но хотелось отметить, что не только стандарты нефинансовой отчетности запрашивают такую информацию, но на основе этой информации также компаниям дают оценки. Например, S&P, у него очень похожий опросник на требования CDP. Но это неудивительно, потому что они всегда стараются соответствовать лучшим практикам, используют у себя вопросы из CFD, из BTI и так далее. Единственным различием, основным таким является то, что они запрашивают у компаний описать подход к тому, чтобы установить цену за тонну CO2 эквивалента, чего нет в CDP, и предоставляют даже вариант, то есть это какие-то внешние источники, например, цена за тонну CO2 из регулирования, это какой-то бенчмаркинг, это какие-то внутренние консультации, из которых вышло, что цена должна быть такая, а не другая, или это какой-то технический анализ, то есть, например, есть какая-то цель, есть определенное количество финансов, которые могут быть направлены на ее достижение, и каким-то образом компания понимает, что за тонну CO2 эквивалента в итоге для достижения этой цели ей нужно будет установить ее на определенном уровне. И последнее, достаточно простые требования FUTSI, он просто запрашивает у компании информацию о том, использует она внутреннюю цену на углерод или нет, и запрашивает значение этой цены, то есть тут все достаточно просто, я бы сказала, самый простой показатель, который можно оценивать в рейтинге в соответствии с внутренней ценой на углерод. И тут мы переходим к рекомендациям. Они основаны в большинстве на лучших практиках, которые собрал CDP, но я бы сказала, что мы их вывели, потому что они в целом соответствуют, действительно соответствуют лучшим практикам, и соответствуют руководству для установления внутренней цены на углерод, CPLC, и они заключаются в том, что компании нужно пройти четыре этапа, то есть сначала ему нужно собрать команду, которая бы разработала четкие цели, которая бы подготовила обоснование того, какой именно механизм нужно использовать в компании. Потом эта команда должна перейти к разработке уже подхода, то есть собрать всю необходимую информацию о том, что делают, например, пиры, о том, какие уровни цены используются, разработать этот механизм, то есть понять, как он будет работать внутри компании и установить для себя тот уровень цен, который они будут использовать. И дальше уже перейти к апробации этого механизма, разработать план внедрения, потому что, естественно, механизм не внедряется за несколько месяцев, это долгая работа, тщательная, которая даже предполагает мониторинг, то есть необходимо, когда компания уже внедрит этот механизм, мониторить его, видеть какие-то, так сказать, косяки, недочеты, делать какие-то корректировки для того, чтобы в итоге компания вышла к тому, что этот механизм качественный, то есть эффективный и позволяет достигать именно тех целей, которые изначально ставила компания, когда задумала использовать этот механизм. И если говорить о лучших практиках, на что стоит обратить внимание, прям по таким основам внедрения внутренней цены на углерод, это уровень цен, как я уже говорила, уровень цен, он должен соответствовать цели компании по декарбонизации, и он должен с течением времени увеличиваться, то есть это лучшая практика. Во-вторых, цена должна охватывать все выбросы, на которые может влиять компания, то есть все выбросы, которые она может снизить или хоть как-то повлиять, например, это может быть и третий скоб, то есть, возможно, у нее есть возможность влиять на своих поставщиков. Потом эта глубина влияния, опять же, это связано с тем, что компания со временем должна понять тот механизм, который она внедрила, действительно ли влияет на ее решение, действительно ли меняет их в сторону низкоуглеродных, и вот с течением времени, если компания видит, что влияние не происходит, то она должна какие-то корректировки вносить для того, чтобы это влияние углублялось. И последнее, самое важное, это время, то есть дать себе время для того, чтобы внедрить этот механизм, для того, чтобы развить его, и чтобы в итоге, конечным итогом, стал эффективный инструмент, который работает в компании, которым она может пользоваться, и который приносит ей какие-то плоды в связи с переходом к низкоуглеродной экономике. В целом это все. Мы предоставили на слайде источники, которые можно использовать, чтобы познакомиться более ближе с самим механизмом, с тем, как используют другие компании. Тут в них вы найдете примеры по компаниям, какую цену она использует, как она это делает, каким успехом пришла, или какие-то сложности были. Это наши контакты, Анна и меня. Если у вас возникнут вопросы уже после вебинара, не стесняйтесь, пишите, спрашивайте. Если какая-то нужна помощь, мы в целом всегда рады помочь, мы всегда на связи. И, наверное, перейдем к вопросам и ответам. Я вижу, в чате много собралось вопросов. Да, спасибо, Александр, в первую очередь. Спасибо, Александр, Анна, за отличную презентацию. Действительно, какие-то вопросы уже появились, поэтому, учитывая то, что время еще есть, как вы сами сказали, время – это самый важный фактор. И хорошо, что у нас еще какое-то время на вопросы осталось. Предлагаю прямо по порядку сверху вниз на них отвечать. Был вопрос у нас по e-mail, который мы получили от Анны Комаровой. Какой-то из методов расчета внутренней цены на углерод включает в себя определение социальной цены на углерод. Ну и, соответственно, на этот вопрос Александр уже в ходе презентации ответил. Это, насколько я помню, был один из подходов – это социальная стоимость углерода. Вот он как раз учитывает, собственно говоря, все эти вещи. Поэтому на этом не останавливаемся. Переходим к следующему вопросу от Юлии Гришаниной. Кто из российских компаний внедрил свою практику в ВЦУ? Я уже, кажется, ответила на этот вопрос, когда я перечисляла Русал, НЛМК, Газпромнефть, помню еще Архангельский ЦБК, Сибур, Лукойл. Ну, в общем, я рекомендую посмотреть отчеты CDP. То есть, скорее всего, там будет точный ответ на тот вопрос, используют компания его или нет. Но в целом, да, в основном это такая, я бы назвала ее тяжелая промышленность. Окей, принято. Следующий вопрос у Дарьи Образцовой. Зависит ли внутренняя цена на углерод от курса доллара? Ну, если компания, ну, естественно, зависит. То есть, если компания ее устанавливает в рублях, да, то нужно использовать инфляцию, да, нужно использовать курс доллара. Ну, понятно. Если компания устанавливает изначально в курсе доллара, да, и переводит все в доллары, то тут уже не нужно ничего использовать. Окей, принято. Владимир Скобарев просит пояснить, почему внутренний налог рассматривается как краткосрочный фактор? Потому что фонд, который собирается с налога, да, он собирается, ну, раз в какой-то период, то есть это, скорее всего, полгода или год, и потом он направляется на инвестиции, да, которые чаще всего, ну, они могут быть, да, долгосрочными, но исходя из того, сколько соберется в этом фонде финансово, да, чтобы их распределить. Поэтому, ну, на практике получается так, что большинство компаний, которые используют этот механизм, они говорят о том, что это позволяет им инвестировать именно в проекты, которые недорогие, так сказать, а обычно недорогие проекты, да, они достаточно краткосрочные по сравнению с той же системой торговли выбросов, внутренней, которые как минимум там для внедрения нужно, ну, пару лет, чтобы механизм заработал, да, и потом, чтобы увидеть еще результаты, тоже нужно, ну, несколько лет, то есть краткосрочность и долгосрочность в этом плане были, сравнивались. Окей, принято. Анна, у вас какой-то еще комментарий есть к этому вопросу? Ну, да нет, на самом деле я хотела как раз-таки добавить про то, что имелось в виду, как быстро действует тот или иной инструмент, и да, налог, он гораздо быстрее, чем система квотирования, ты сразу собираешь деньги, сразу их вкладываешь в ту или иную систему или проект по декарбонизации. Окей, принято. Переходим к следующим двум вопросам от Дарьи Обрасовой. Я для тех, кому не видно, для тех, кто только смотрит, ну, не видит чат, соответственно, я просто вопросы зачитаю, потом попрошу, соответственно, конечно же, спикеров наших прокомментировать. Первый вопрос. Почему при установлении внутренней цены на углерод необходимо использовать климатический сценарий, в котором подразумевается повышение температуры значительно меньше, чем на 2 градуса? И второй вопрос. Есть ли сведения из практик компании о том, отличаются ли подходы к расчету внутренней цены на углерод в зависимости от области охвата? Я отвечу сначала на последний, потому что он попроще. Из практик компании, да, из какого-то опыта видно только различие в том, что часто компании, да, Scope 3 вообще отделяют, потому что они могут воздействовать на своих поставщиков, и они скорее внедряют механизм оценки поставщиков, да, и тут скорее идет разделение в том, как внутри компании внедряется этот механизм, то есть там по уровню цены он тоже может различаться, но в целом это всегда либо там налог, либо какая-то скрытая цена, то есть тут нет такого различия, да, что для Scope 3 может применяться только скрытая цена. Но при этом понятно, что система торговли выбросами тут немного сложнее, ты на поставщиков, да, своих не можешь использовать эту систему, но все очень зависит от системы, то есть изначально, например, если у тебя скрытая цена, да, то ты в целом можешь ее использовать и в оценке поставщиков, и в закупках, и так далее, но, например, ну, опять же, систему торговли выбросами, тут зависит вопрос от того, включаешь ли ты выбросы третьего скопа, да, под свой налог, то есть оцениваешь ли ты каждое подразделение, исходя из их третьего скопа. Если да, да, то в целом ты и используешь систему торговли выбросов для них. А, и второй вопрос, ну, давай. Да, я могу второй как раз-таки взять, потому что, на мой взгляд, том был проще. Ну, во-первых, ориентир — это Парижское соглашение, да, которое всем известно, и там как раз-таки говорится про полтора-два градуса. И вообще в целом это подход, который, подход предосторожности, который все время, о котором говорится в устойчивом развитии, что ты должен как бы немножко закладывать чуть больше, чтобы не пересечь вот этот tipping point, когда уже наши все экосистемы летят в тартарары из-за того, что у нас слишком, мы сильно превысили как раз-таки уровень выбросов. Вот, то есть поэтому нужно как раз-таки себе закладывать сценарий, где ты амбициозен. Вот. Окей, спасибо, принято. Вопросов в чате у нас больше нету. По времени мы вписались абсолютно идеально. Хочу еще раз поблагодарить наших сегодняшних спикеров, представляющих компанию «Технологии доверия». Это Александра Строгая и Анна Балафина. Очень приятно было вас снова видеть на наших вебинарах. Будем мы в будущем тоже видеть новыми актуальными темами презентации на нашей вебинарной площадке. Напоминаем, что если есть желание связаться, если не успели зафиксировать контакты Анны либо Александры, можно нам написать. Мы вас с Александрой и Анной готовы связать. Если есть какие-то еще неотвеченные вопросы, тоже можно будет нам на e-mail написать. Мы тоже готовы вопросы Анне и Александре перенаправить. Кроме этого, напоминаем всем, что можно подписываться на наш телеграм-канал «Райкс Сустенобилити», следить за анонсами наших вебинарных мероприятий. И, соответственно, желаем всем плодотворного, хорошего, успешного завершения этого рабочего дня и этой трудовой недели. И желаем всем всего доброго. Счастливо. Счастливо. Спасибо. До свидания всем. Спасибо.